Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и продолжая разговор о Евангелии от Матфея, мы обратимся сейчас к 18 главе. В 18 главе в основном большая часть того, что рассказывает нам Евангелист, связана с отношениями людей друг с другом, с человеческой, я бы сказал, малостью и с теми задачами, которые Господь ставит перед своими учениками. Начинается этот разговор как со своего рода эпиграфа, со словами Христа, которые он говорит своим ученикам. Вот в каком контексте. Ученики стали спрашивать Иисуса, кто больше в Царстве Небесном. Мы, кстати, видим, как подобного рода вопросы ученики не раз задают Христу и другие люди там, как мать сыновей Зеведеевых. Вот. Кто больше в Царстве Небесном? Они, видимо, предполагают, что там должна существовать некоторая иерархия человеческая, отличающаяся, так сказать, по величине и значительности, как иерархия человеческого общества здесь на Земле. И вот, собственно, в ответ на это Господь говорит им о том, что там вообще это не имеет значения. Берет дитя, подозвав его откуда-то, поставил посреди учеников и говорит, вот, вот кто больше. Вот если не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. Кто умолится, как дитя, тот и больше. Кто умолится, кто станет меньше, тот и больше в Царстве Небесном. И это сквозная тема на протяжении 18 главы и еще, конечно, многих других мест в Евангелии. Не то, чтобы Господь имел в виду приучить своих учеников к инфантильности. Нет, конечно. Или к другим трудным и печальным особенностям детского возраста. Но для него важно было предъявить им такого умоленного человека, как некоторый образ. Вот кто согласится умолиться, кто согласится не претендовать на многое, на большее, тот и будет больше. Вот этот образ, эта картина, эта модель, если хотите, она чрезвычайно здесь важна. И Господь говорит, кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня примет. Продолжая разговор с учениками, Господь говорит также о том, что горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. С одной стороны, может быть, это и не связано с предыдущим разговором, но, скорее всего, это продолжение ответа Христа на вопрос, кто больше в Царстве Небесном. То есть, по-видимому, Иисус сам по себе такой вопрос видит как соблазн, как проявление соблазна. И он говорит, ну, хорошо, ладно, невозможно жить в мире и не подвергаться соблазнам, но плохо, когда этот соблазн приходит через тебя плохо, когда ты пытаешься выяснить иерархическое положение в Царстве Небесном. А в Царстве Небесном нет иерархичности. Там есть царь и все остальные, которые, ну, грубо говоря, подданы примерно одного и того же уровня. Вот, Христос говорит о естественной вещи, о том, что надо бы прийти соблазнам. Знаете, ведь речь, конечно, не идет о том, что это специально так задумано, чтобы в трудную минуту жизни мы столкнулись еще и с вот такими тяготами, как соблазны. Нет, Господь говорит, скорее всего, все же о неизбежности этого. Неизбежности того, что мы в своей человеческой природе, ну, конечно, соблазняемся и о Царстве Божьем в том числе. Но Господь предлагает своим ученикам понимать это и отвергать. Говорит, если рука твоя или нога соблазняют, или глаз твой соблазняет тебя, оторви и выброси, оторви и выброси, не надо подходить к Царству мерками земными. И еще об этом дальше снова будет разговор. Продолжая, все еще продолжая разговор о том, кто больше в Царстве, и вот, кто не умолится, как дитя, не войдет в Царство. Он говорит, смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, потому что так устроено человеческое общество. И так, в общем, оно было устроено все последние 10 миллионов лет. И у человекообразных приматов тоже, в общем, примерно так. Иерархичность – вещь важная, которая относится именно к природе, к плоти, к тому, что унаследовано нами генетически от наших обезьяноподобных предков. Но это не то, к чему призывает нас Бог. И это природное свойство психики и социума – не то, что Господь хотел бы в нас видеть. Поэтому вот Господь говорит, смотрите, не презирайте одного из малых сих. Умолиться еще и это тоже означает. Умолиться, как дитя, означает не презирать тех, кто меньше, тех, кто немощен, тех, кто являются малыми в этом мире. Так, как это делает Иисус, который никого не презирает. Никого, никогда. Вот это Он предлагает своим ученикам. То, что мы только что выше видели разговор про соблазны, может быть, как раз к этому относятся. К соблазну считать себя выше другого. К соблазну возрастать именно, как сказать, возвышаясь над такими же людьми, как ты. Ну, собственно, гордыня есть, как вы понимаете. Вот смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Потому что малые они или немалые, но ангелы их видят в лице Отца Моего Небесного. Собственно, это способ сказать о том, что все они перед лицом Бога. А дальше совершенно потрясающие слова говорит Господь Иисус, которые надо очень хорошо знать. И, в общем, может быть, которые важнее даже контекста, в которых произносится. Он говорит, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Пришел взыскать и спасти погибшее. Стало быть, Сын Человеческий пришел не для того, чтобы возвеличить какие-нибудь человеческие царства или отдельные, не знаю, там, народобогоносцы. Сын Человеческий пришел не для того, чтобы спасти отдельных избранных, благочестивых, тех, кто окажется достаточно белым, пушистым и достойным. Сын Человеческий пришел не для того, чтобы установить справедливость в жестоком человеческом обществе, наполненном угнетением, хотя это делать необходимо. Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Понимаете, это потрясающе важная вещь, потому что если ты смотришь на себя честно, то, в общем, понимаешь, что ты погибшая, что ты не прыгнешь выше головы, и тот эгоизм, злобу, гордыню и мелкость, и никчемность, я бы сказал, пошлость такую, которая в твоей жизни есть, ты не избавишься от этого сам, не избавишься. И, в общем, только на него и может быть надежда. Вот он говорит, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Это совершенно потрясающая вещь. Конечно, он в первую очередь относит в данном случае свое высказание к малым силам, но и к каждому человеку, к каждому. Во-первых, для нас важно понимать, что это за нами погибшими он пришел, а во-вторых, важно понимать, что да мы все погибшие, но он хочет спасти, взыскать и спасти. А на что еще надеяться? По большому-то счету. И вот дальше Господь говорит, ну, по крайней мере, Матфей здесь приводит, притчу о 99 правильных овцах, которые идут куда надо, и одной заблудшей, которая где-то там блуждает. И он говорит, что человек, у которого были эти 100 овец, он оставит 99, пойдет искать заблудившуюся. Ну, действительно, пойдет искать заблудившуюся, но для нас, мне кажется, очень важно увидеть Бога, у которого там еще 100 и 100 этих самых незаблудившихся овец, но он идет за тобой заблудившимся. И вот Иисус в связи с этим также говорит, нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих. И тоже, я думаю, что в нашем трудном жизненном пути, в котором мы очень часто ошибаемся, и очень часто ничего не можем исправить, для нас важно знать, что нет воли Отца небесного, чтобы погиб один из нас. Дальше этот разговор продолжается и оказывается, по крайней мере, в изложении Матфея. В изложении Матфея оказывается, что не презирайте ни одного из малых сих, еще и связано с прощением и уважением друг к другу. Он говорит, если согрешает против тебя брат твой, которого ты мог бы презирать, которого взыскать и спасти пришел Сын Человеческий. А вот Господь предлагает некоторые пути разрешения конфликта, которые люди не склонны применять на практике. А если и применяют, то прямо в обратном порядке. Ну, надо, мне кажется, тем не менее, для нас обратить внимание, что Господь предлагает в случае конфликта сначала обличать человека, ну, укорять его, может быть, предъявлять ему его неправоту, между тобой и им одним, а не орать на весь Фейсбук, да, и на всю общину. Вот, понимаете, Господь предлагает своим ученикам эту тему, да, проблему, как надо обличать, исправлять или примиряться с братом, который согрешает против тебя, как пример удивительного уважения, бережного отношения людей друг к другу. Такого отношения хотел бы видеть Господь, да, такое отношение в нас. И снова, как и в предыдущей главе, но уже именно о таком прощении и бережном, и уважительном отношении Господь говорит, что свяжете на земле, будет связано на небе, что разрешите на земле, будет разрешено на небе. Значит, у его учеников есть возможность, и есть право давать такое прощение, давать примирение. Фактически речь идет именно о примирении, о том, чтобы мы здесь, на земле, связывали разорванные человеческие отношения. И в этом контексте слова Христа уже совсем не выглядят соизволением на то, чтобы мы делали, как сами считаем нужным, а скорее это грозное предупреждение. Господь говорит, что если вы не найдете в себе способности строить человеческие отношения в прощении и в уважении, как апостол Павел выражается в одном письме, в почтительности друг друга, предупреждайте. Если вы этому не научитесь на земле, то на небе уже ничего не выйдет. Это надо делать здесь. Здесь ваша ответственность, говорит Господь, в этом мире, чтобы человеческая жизнь строилась вот на этом основании правды. Продолжая разговор о отношениях с людьми, почему это важно для его учеников, Господь говорит, ну потому что если двое из вас согласятся просить об одном, о всяком деле, чего бы ни попросили, будет им от Отца Небесного. Во-первых, посмотрите, как важно для Бога, чтобы мы хоть в чем-нибудь соглашались друг с другом, чтобы мы могли действительно попросить Бога вместе о том, что важно для одного или для другого, или для обоих вместе. Вот это согласие оказывается буквально имеющее отношение к фундаменту мироздания. На нем многое очень строится. Чего бы ни попросили, у Отца Небесного будет им, потому что это очень важно, вот это человеческое согласие. Но еще того более, Христос говорит здесь слова, «Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». И слова очень, на самом деле, важные и не такие простые. Дело в том, что среди фарисейских школ того времени существовала, в сущности, присказка, поговорка, ну или притча, которая гласила тогда, что там, где двое или трое собраны для изучения Торы, собраны вместе во имя Торы, там слава Божья, непостижимая, сияющая слава Божья посреди них, присутствует посреди них. И совершенно очевидно, что Иисус, в общем, дает парафраз этой фарисейской притчи своим ученикам. Он говорит, «Там, где двое или трое собраны во имя мое». Если фарисеи говорят во имя изучения Торы, Иисус говорит, «Во имя мое», ради Бога, волей которого является Тора. И о себе он говорит, как о славе Божьей, как о присутствии самого Бога. «Там я посреди них». Конечно, ученики его почти наверняка знали эту фарисейскую притчу и должны были считать вот эту рифму между Шехиной, славой Божьей, и «я посреди них». И это тоже очень важно в контексте разговора о человеческих отношениях, о том, что думает и что хотел бы здесь видеть Господь Иисус. Ну и кроме того, конечно, сегодня для нас даже и безотносительно к фарисейской притче прямой смысл слов Христа также чрезвычайно важен. Вот когда он говорит о своем присутствии посреди нас, когда мы собраны во имя Его. как достичь, как добиться этого присутствия Бога посреди нас? Можем ли мы вообще что-то сделать для того, чтобы это было, чтобы это произошло в нашей жизни? Вот Христос говорит, где собраны во имя Моё. Ну и, наконец, продолжая всю ту же тему о том, что значит связать на земле и связать на небе, разрешить на земле, разрешить на небе, в заключение этой 18 главы евангелист приводит нам притчу о двух должниках, где Господь говорит о том, что царство небесное подобно царю, который захотел взыскать долги. И вот был некто, кто был царю должен очень-очень много, но он его упросил, и царь простил долг. И вот этот человек малосимпатичный вышел, набросился на своего товарища, который был ему должен, там три копейки какие-то, и душил его, и бросил в темницу и так далее. И вот царь говорит ему, злой раб, весь тот долг я простил тебе, не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя. Вот смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Кто больше в царстве, если согрешит брат твой против тебя, что свяжете на земле, будет связано на небе. Вот обо всем этом, и о том, что нет воли отца вашего, чтобы погиб один из малых сих, вот притча, как иллюстрация этого, не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего. Таким образом, мы видим, что для Иисуса важно, чтобы ученики увидели это помилование товарища твоего как правду Божью, как способ служить Богу и как правильно относиться к ближнему, к людям. Вот это связано с тем, что выше было сказано, что свяжете на земле, будет связано на небе, что разрешите на земле, будет разрешено на небесах. По-видимому, Господь полагает, что вот такое решение о помиловании товарища твоего надо принимать здесь, на земле. И если ты это здесь, на земле, сделаешь, значит, это помилование, как и помилование царя, станет частью твоей жизни и на небе, и на земле. А если ты здесь, на земле, этого не сделаешь, то уже не сделаешь. И это чрезвычайно важная тоже вещь, которая звучит, обратите внимание, в контексте все более и более нарастающей враждебности окружающего мира к Господу Иисусу. Он предлагает таким образом ученикам вообще по-другому, не так, как фарисеи или книжники или кто-то еще относится к людям.